Микроструктура металла представляет собой кристаллическую решетку, в узлах которой расположены положительные ионы, совершающие колебательные движения. Они обозначены крупными шариками. Свободные электроны, которые всегда присутствуют в металле, обозначены белыми точками. Внутри кристаллической решетки свободные электроны движутся хаотично с различными по величине скоростями. На перемещение электрона влияют как заряды ионов, так и заряды свободных электронов. Влияние на электрон ближайших частиц заставляет его изменять направление и величину скорости. На поверхности металла электроны, выходящие из металла, и ионы, расположенные на поверхности, образуют тонкий двойной слой положительных и отрицательных зарядов. Этот двойной слой препятствует вылету электронов из металла. На электрон, попавший в двойной слой, действует с одной стороны силой притяжения ионов, с другой стороны силой отталкивания электронов. Равнодействующие этих сил заставляют электроны возвращаться в металл. Работа, которую должен совершить электрон для преодоления сил притяжения к металлу, называется работой выхода электрона. При невысоких температурах число электронов, вылетающих из металла, незначительно, так как большинство электронов обладает энергией, недостаточной для совершения работы выхода. При повышении температуры металла, увеличивается количество электронов, способных совершить работу выхода. Чем выше температура металла, тем большее количество электронов может вылететь из него. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова